Привет, дорогие мои друзья! Здравствуйте! Я сейчас нахожусь во время обеда на улице Грача Кучара. Заказывала в интернет-магазине я обувь, кроссовки через Вайтборис. Вот здесь, сейчас я вам переведу, вон там, видите? Это вот недалеко, сразу вон там, Рио. Быстренько я сделала возврат, потому что кроссовки мне не подошли. Это еще я заказывала, в общем, 20 дней назад. У меня последний день остался, чтобы обменять. Времени не было. Вот сегодня я принесла, и буквально 2 минуты, и все обменяли. И очень быстрая, приятная девушка. Так что не бойтесь заказывать, если что, то можно сделать возврат. Ребят, я решила прогуляться вместе с вами и показать вам замечательную погоду. Сегодня у нас достаточно прохладно, но все равно солнечно и очень, не знаю, приятно. Так как я быстро справилась, у меня есть время, дорогие мои, оставайтесь со мной на прогулку. В этом районе мы с вами не гуляли. Этот путь мы часто вот едем с работы, с ОКО, если нам нужно вот в банк или куда-либо попасть в Рио. Потому что я вам уже говорила, что в торговых центрах работают банки до 9 вечера. Проблема лишь в том, что там очень долго нужно ждать очереди. Даю вам совет, но думаю, вы сами уже об этом знали, о том, что нужно, можно онлайн регистрироваться, как бы очередь, и приехать почти недолго ждать. Дорогие мои, у меня настроение нехорошее, поверьте. И ничего не поменялось с того времени, когда вы, знаете, меня грустную, заплаканную и нервозную. Просто я очень хочу начать, вообще изначально хочу сказать вам, что когда-то давно я свой канал открывала для того, чтобы людям было приятно и комфортно. Да, ну и пусть, что может быть не несет какой-то супер информативной, там информации не дает, обучение. Ага, курочки жарятся. Какое-то обучение, просто легко и просто. Красивые люди, красивая страна, солнечная, интересно все вокруг. Много людей есть, кто скучает по родине и вообще, и кому нравится Ереван. Ой, какое солнышко. А кому нравится Ереван. Это тоже пивная, что ли. Поэтому, почему бы просто не отключаться, не грузиться всегда какими-то проблемами. То, что произошло у нас в стране, в Армении, и до сих пор еще оно как бы не закончено, никогда не станет равнодушным меня и не оставляет. Поэтому я хочу, чтобы вы тоже приключались. Я представляю, как вы живете там далеко, на иголках. Вы живете с телефонами. Извините, шум от транспорта. Вы живете с телефонами, в новостях, в фейсбуке, инстаграме, постоянно в телевизоре. Хотите что-то, либо, ну не знаю, узнать, какую-то дополнительную информацию в ютуб. Смотрите всех блогеров и там, и не блогеров. Как на иголках. Поэтому я бы хотела подарить вам частичку тепла и отдыха. Если мне это удается, я просто безмерно буду счастлива. Сегодня я написала под видео о том, что... Где мы пухин с Репсимой утром сегодня готовили. О том, что мы не перестаем помогать людям, кто остался совсем без дома. Потому что многие люди из Арцаха уже вернулись домой. С тем, с кем мы сотрудничали. В списке людей, кому мы помогали, у меня есть 33 семьи. То есть с кем я была на связи. 80% мы ездили второй раз, потому что люди 2 месяца жили без денег особо, понимаете. Мы к ним ездили по дважды. К некоторым, если тяжелые случаи, там, ну, к примеру, какие-то лекарства. Вот к бабушке раза 3-4 ездили, помогали дополнительно еще там с лекарствами. Сейчас осталось 9 семей, которым некуда вернуться из этих всех, что оказалось. Им нам достаточно раз-два в неделю ездить и помогать, и ввести полноценно этих людей. Знаете, мы с Ако... Ой, как классно! Мы с Ако старались помогать вот четко. В каком плане? В том плане, что мы, вот, к примеру, лежа, раненые были в семьях, да, мужчины. С Ако приезжал в больницу, интересовался их состоянием, если мог какие-то лекарства дополнительные найти. Мы практически всех старались обогреть как возможно. Не просто привезти продукты и уйти, поговорить за телефон, пообщаться. Если что-то прям крайне срочное, то дополнительно к нам люди обращались. Все заносились с пониманием то, что мы по срочным вопросам будем ездить к ним. В общем, к чему я вела, ребят, в том, что сейчас есть время снять какие-то другие видеоролики, переключиться. А вот последнюю неделю я даже мало снимала, потому что у меня, я закрылась в какой-то кокон. Да? Ой, как же здесь пройти? Какая-то стройка, что ли? У меня закрылась в кокон. Но потом я поняла, когда я с вами говорю, не закрывая себя, мне становится немного легче. Поэтому решила лучше общаться, лучше получать комментарии, обсуждать что-то, чем... Минуту перейду тут, потому что ремонт какой-то. Ребят, перешла дорогу и просто кайфует этого солнышка. А-а-а! Как хорошо! В общем, начинаем притягивать позитив, хорошие эмоции, добро, свет. Все-все положительное в нашу жизнь. Когда мы будем наполняться этой энергией, вокруг нас весь мир будет таким добрым, радостным, открытым вам навстречу во всех ваших желаниях и начинаниях. Поэтому, ребят, я, честно говоря, тут всегда на машине, никогда не гуляла и запуталась, куда я иду. Это настоящая Катя. Заговорилась, пошла туда, куда не надо. Но я думаю, что сейчас выберусь. Как-то. Возврат, кстати, в Альбеларе сделали. Там очень дешево можно купить. Сейчас летние кроссовки, там 9 тысяч грамм, 8. Такие с сеточкой, знаете, там от рыбок. Как кеды такие. Я еще давно заказала, пришли, они на меня немного тесноваты были, поэтому я не рискнула оставить. Куда мне идти? Я не знаю. В общем, там тоже очень красивый магазин есть. Всякая уходовая среда, не уходовая, но для дома декор. Господи, уходовые средства. Куда мне идти? О, мотоциклисты. Не знаю. Наверное, сюда. Я уже пропустила. В эту сторону. Пойдем в эту. Ой, ребят, перешла туда, теперь сюда. Потому что мне ориентировочно на Баграмян где-то нужно туда спуститься. Красота, солнце дарю вам. Гад, всех обнимаю. Всем пока. Субтитры делал DimaTorzok